Добрый день! Мы начинаем очередное наш сит-даун-шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день! С Станиславом Александровичем Бунтманом. Добрый день! Всем привет! Да, всем привет! Ну вот какая вот незадача у нашей одной зрительницы. Она жила в Калининграде, и был у меня Белковский в два часа. Как раз на сон ребенка. А сейчас в Екатеринбурге смотрю в пять. Ну вот. Вот что же это такое? Вот за то... Как говорят у нас в недружественных странах, споршивые овцы под файвоклок. Под файвоклок, да, да. А то есть сит-даун-шоу как раз идет на файвоклок в Екатеринбурге. Файвоклок в Екатеринбурге. А что уже в Пекине, которому сейчас прикованы все взгляды прогрессивного человечества? Вообще, вот я недавно выпускал на своем YouTube-канале программу «Путин и чудовище», где рассказал в том числе о роли бессонницы политической судьбе и биографии Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что вообще весь разворот на Восток, системный конфликт с Западом, отделение РФ от европейских ценностей – это все, безусловно, в значительной степени результаты путинской бессонницы. А бессонница была связана с тем, что Путин был вынужден очень поздно ложиться, поскольку следил за событиями в Вашингтоне. Обратите внимание, что он очень часто поздно ночью, поздно вечером выступал с важными программными заявлениями, или очень-очень рано утром, в 5-6 утра, чтобы, так сказать, в Вашингтоне это посмотрели. А еще перед тем, как заявлять, собственно, он очень внимательно следил, что там происходит на Западе, за океаном, за Атлантическим океаном. Это, кстати, описано хорошо в сериале «Карточный домик», когда главный его герой, которого говорит Кевин Спейси, Фрэнк Андервуд выступает своим президентским посланием, «State of the Union address», которое называется, и его спрашивают, а президент Петров, то есть Путин, будет знать об этом? На что Андервуд отвечает, я не сомневаюсь, что Петров будет все смотреть в прямом эфире. Вот постоянная необходимость находиться в прямом эфире с Западом сбила Путину весь график. Он превратился в глубокую сову, а это, собственно, люди со смещенным графиком. И отсюда это один из важнейших корней и факторов бессонницы. Поэтому, чтобы победить бессонницу, рождающую чудовищ, как известно, он решил переориентироваться на восток, поскольку это гораздо легче. Теперь не нужно... Ну, естественно. Не нужно до глубокой ночи следить за новостями и транслировать свои сообщения поздно вечером. Теперь можно перейти на Жаворнычий график, который самый здоровый. Рано в кровати, рано вставать. Горе и хворе не будете знать, как сказал классик. И вот, собственно, и вот есть поворот на восток, конечно. И очень хорошо. А мы-то как комфортно себя чувствуем. Если бы Владимир Владимирович отправлялся со своим первым визитом на новом сроке в Вашингтон, мы бы еще ничего не знали. А, кстати, так было в нашей с вами практике, да и еще в истории программы «Время Белковского», когда она выходила на архи Москвы, что приходилось менять даже эфир, для того, чтобы его посмотрели в «Белом доме». Время эфира приходилось. Как-то, помните, переносили со дня четверга на вечер пятницы и все такое. А сейчас мы, так сказать, едва простулись, а уже все произошло. Да, чуть свет уж на ногах. Чуть свет уж на ногах. Я у Ваших новых, как раз мог бы сказать, Путин и Аси Цзиньпин. У тебя больше пришла самая главная новость уже о первом прорывном результате этого визита. Китай снял запрет на ввоз из Российской Федерации Тепинамбура. Тепинамбур? Можно? Все, теперь они и наш Тепинамбур будут. Ну, это смотря как тракталось, понимаете? Нет, я как и быватель, мы теперь без Тепинамбура будем вообще все. И Тепинамбура тоже не будет. Нет, ну, запасы Тепинамбура, видимо, гигантский. Как раз на днях наш с вами общий фаворит Александр Гельч Дугин, известный стендап-корректор, будущая звезда телеканала «Пятница», рассуждала о том, что кто-то должен придумать новую экономическую теорию, идущую на смену марксизму, в частности, и всем постмарксистским измышлениям. И понятно даже, кто, сказал Дугин, господин Дугин. Это вице-премьер Дмитрий Патрушев и его подруга Оксана Лут, которая стала министром сельского хозяйства. И вот эта теория придумана и воплощается на практике. Это теория Тепинамбура. Это Тепинамбурная держава. Понимаете, Тепинамбур у нас просто завались. И в отличие от природного газа, для которого надо строить газопроводы, а силы Сибири там может нести лишь небольшие объемы, явно недостаточно для китайской экономики. Тепинамбур там можно доставлять любыми способами. Ну, конечно, доставлять любыми способами. И в отличие от газа или нефти, это воспроизводимое богатство ведь. Да, абсолютно. То есть это свидетельствует обрыв, как высокотехнологическое. И IT держали. Причем могущество прирастать будет Тепинамбуром. Поэтому уже не два союзника у России, Гвинеи и Бесау, как мы обсуждали в прошлый раз, а к ним добавляется Тепинамбур. Понимаете, это земляная груша, это же в этом глубочайший символизм. Здесь и русская земля. И груша, вот висит груша, нельзя скушать. Это те системы глубоких ценностей, отличающей российскую государственную цивилизацию, которую не съешь никаким путем, а если съешь, то подавишься и так далее. То есть здесь это действительно перелом и прорыв, ценность которых трудно переоценить. Простите, тавтология, значит, значение которых трудно переоценить. А ценность переозначить. Да, переозначить. Но что ж теперь, раз так, и можно уже домой, да? Все. Самое главное сделано. Или что-то там еще все-таки будет? Люди переезжают из Калининграда в Екатеринбург и все-таки нас не бросают, а мы сразу домой? Или вы имеете... Нет, это не мы домой, а домой гигантская делегация, которая туда поехала. Нет, тут я прочитал у такого мощного инсайдера, как Алексея Алексеевича Венедиктов, вчера такой несколько загадочный пост в телеграм-канале. Вот пусть он останется загадкой на две минуты хотя бы. Нет, мы все-таки попытаемся разгадать. Там было сказано буквально... Загадкой на две минуты, потому что у нас реклама. Да, это другое дело, конечно. Да вот, повесим, повесим со спенсом. Григо, со спенсом, со спенсом, конечно. Да. В Греции начало 19 века было неспокойно. Тайное общество Филики Этерия готовилось освободить Грецию от османского владычества. Поддержку было решено искать в Петербурге. «Единственный совет, который я могу дать – никому о себе не рассказывайте и прекратите делать то, что делаете!» Таков был ответ греческого посла Иоанна Каподистрии. Зато борьба греков за свободу нашла отклик в русском обществе, и в результате революцию 1821 года возглавил российский офицер Александр Ипсилантис. Пушкин писал об этих событиях так. «Восстань, о Греция! Восстань! Недаром напрягала силы, Недаром потрясала брань!» Олимп и Пинт и Фермапилы. А стать ее резидентом можно, получив золотую визу за покупку недвижимости от 250 тысяч евро в большинстве регионов или от 500 тысяч в Центральных Афинах, Солониках, на Миконосе или Санторини. Статус ВНЖ позволяет жить в Греции или приезжать туда в любое время, без виз путешествовать по всем государствам Шенгенской зоны, открывать европейские счета и в целом преодолеть множество геополитических рисков и запретов по цвету паспорта. Но главное, что для сохранения вида нажительства переезжать в страну совсем не обязательно. Как и всегда, здесь лучше поторопиться. Греция уже повысила порог для получения ВНЖ за покупку недвижимости – до 800 тысяч евро в большинстве развитых регионов. До сентября у инвесторов еще есть время запустить процесс и зафиксировать старые и куда более лояльные условия. Важно знать и нюансы. Программа Греции принимает заявки от россиян только при условии, что хотя бы у одного члена семьи есть еще один паспорт. Вануату, Турции, Армении, Израиля – в целом любое. Узнать детали и нюансы программы Греции мы рекомендуем у экспертов и юристов команды «Астанс». Они более 30 лет занимаются программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Контакты специалистов оставляем в описании. Кстати, после освобождения Греции первым главой государства стал тот самый посол Каподистрия. Всякое бывает в истории. Ну, мы сейчас продолжим и раскроем секрет. Но я хочу сказать Михаилу Осипову, что не только по-макшански картошка, земляное яблоко, но даже и по-французски, например. Да, по-моему, да. Да, совершенно верно. Так что же Венедиктов? Он написал вчера, а это источник, как мы знаем, весьма информированный, хотя нечасто раскрывающий, откуда он это знает, что состоится конфиденциальная встреча, в Пекине состоится конфиденциальная встреча господина Путина и товарища Си. Си же остается по-прежнему товарищем, поскольку он предер-коммунистической партии. И в ней будут участвовать Белоусов и Шойгу. Из чего он понимает, что поскольку по одному человеку с каждой стороны, значит, Андрей Армидь Белоусов, новый министр обороны, будет с российской стороны, а Сергей Кургетович Шойгу с китайской стороны. И тогда все становится на свои места, становится понятен сакральный, потаенный смысл этой кадровой перестановки. Сергей Кургетович и Шойгу сдают в аренду Китайской Народной Республике для подготовки к спецоперации по деноцификации и демилитаризации Тайваня. После тех, которые он добился на украинских фронтах. Тайвы за три дня. Кстати, в аренду могут только его, поскольку он будет человек с монголоидной внешностью. Когда он будет сидеть в президиуме какого-нибудь съезда КПК, там не отличишь. Не сразу понятно, что если там сидит чистый европеоид, тогда понятно, что есть какой-то подвох. А Сергей Кургетович там будет сидеть на всяких мероприятиях, совещаниях. И никто ничего не заметит. К тому же, собственно, секретарь Совбеза по своему функционалу, это аналог советника национальной безопасности, национальной безопасности президента США. Это человек, который должен обсуждать с разными странами, дружными и недружными, именно дружесными аспектами всякие явные и неявные международной безопасности. И поэтому сам поворот на восток, как мы уже выяснили, продиктованный бессонницей Владимира Владимировича Путина, он, конечно, должен способствовать на это и должен быть монголоид в принципе. Я думаю, что руководство Генштаба не меняют еще, пока сохраняется генерал Герасимов. Генерал Герасим, помните, как альтернатива генералу Армагеддону? Да. Утопический, полон утопических идей. Утопических идей. А значит, так оно и есть. Некоторые из них воплощаются в жизнь. Он, несмотря на то, что, безусловно, он все сделал хорошо, и сейчас развивается наступление по всем фронтам, но все-таки, мне кажется, что ищут негроиды на эту должность. Потому что в условиях интеграции РФ и Африки, которые становятся приоритетным объектом, другим приоритетным объектом российского внимания, и вот уже один за другим пророссийские политические режимы появляются в африканских странах, обретает на свое очертание плоть и кровь Афро-Российской империи, о которой мы с вами говорили, начали говорить еще два года назад. Вот, мне кажется, нужен негроидный генерал, видимо, он уже готовится, он где-то взят в Центральноафриканской республике, и сейчас проходит обучение в Академии Генштаба, когда он закончится отличием, тогда сменится руководство Генштаба, поскольку, как правильно отмечается большинством наблюдателей, все более ясно и ясно, все более и более ясно, яснее и яснее, а прошлое яснее и яснее и яснее, как сказал, недавний юбиляр был от Шаловича Куджава, РФ готовится к затяжной войне, и поэтому нужно сказать, что нам подождать часок-другой, пару лет еще поучиться в Академии Генштаба, наш генерал не гроет, и потом у нас будет черный. Ну, а зачем? Можно пока, только чтобы не случилось, как с артистом Сальвини, который в роли Отелла забыл загримировать руки. Можно вполне такой серьезный дядя, тот же самый Суровикин, может быть, вот он сейчас здесь пластику сделает и поедет назад. Ну, в принципе, достаточно, мы с вами говорили, Солярии всякие, использовать новейшие от российских технологий, которые назывались бы так же, как огнеметы, типа Солнцепек, или Пересвит, но Солярии Солнцепек, такой какой-нибудь гиперзвуковой, который превращает генерала Суровикина в полноценного негроида. А для того, чтобы избежать проблемы с руками, просто надо все-таки армией командовать в белых перчатках. Это снимет эту проблему на корню. Ну, так и сделал Сальвини. Он потом вышел на второй акт, и в белых, снова белые, а он снял перчатки, и там оказались загримированные руки. Вот. Все-таки Белоусов. Вот он сразу поехал в Китай переговариваться с Шойгу. Другого места, конечно, нельзя было найти. Но очень интересно вообще, вы согласны со всеми характеристиками, что это будет военно-промышленный комплекс, что переводить на рельсы, что гармонизировать экономику военную, вернее, гражданскую с военной экономикой, или наоборот. Вот. Так что, что он собой представляет, вот на ваш взгляд? Потому что много там. Ну, Андрей Аренович Белоусов, безусловно человек, далеко не самый коррумпированный. Об этой системе власти этого большое преимущество. Ну, к тому же вот сейчас, вчера вернее, по соцсетям разошелся ролик, в котором Андрей Аренович всячески хвалит и поддерживает философа Ивана Александровича Ильина, носителя, безусловно, ярко верных профашистских и пронацистских взглядов, как мы знаем из творчества господина Ильина. И поэтому я подумал, вот не случайно у Андрея Ареновича было аппаратное продающее белокорой бестия. Бебе. Не только потому, что он бесспорно истинный ариец, но и потому, что, в отличие от многих очень таких, не юных, а взрослых, как, мне очень нравится, что это использование слова взрослый в значении пожилой, взрослых чиновников путинской власти, он не красит волосы, а многие красят. С тем, чтобы немножко молодиться. Это, безусловно, говорит о его честности, прямоте и ярко выраженно акцентированной гетеросексуальности. Не всякий в сегодняшней системе российской власти может позволить себе не красить волосы. Ну что, характер нердический. Безусловно. Ну, вообще-то все знали его как человека и знают как человека разумного и при этом скрепного невероятно. Да, но человека разумного смысла, принадлежащего к биологическому виду хомо сапиенс. В этом нет ни малейших сознаний. Но это явление не столь распространенное. Да, в российской власти я согласен. Ну, просто это отвечает глобальному тренду подгумунистическому стиранию правовых и этических грани между людьми и животными. Поэтому далеко не обязательно хомо сапиенсы должны занимать важные... Все-таки Россия движется в направлении устойчивого развития, стандартов. И G, кажется, представителем по этим вопросам сейчас будет назначен бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов. Помните, а что Титов? Да, вот был Анатолий Борис Чубайс как раз на этой должности. Она два года была вакантна. И вот вроде Борис Титов теперь занимает это святое место. Поэтому тут как раз с постгуманизмом все нормально. РФ Лайс показывает, что не обязательно быть хомо сапиенсом, чтобы занимать ключевой пост. Но, в принципе, поскольку Владимир Путин завершает оформление развитого тоталитаризма, просто не коммунистического, в отличие от тоталитаризма времен нашей молодости, то все-таки хорошо вернуться в молодость, правильно? И даже впасть в детство. Обощутить что-то глубоко знакомое, родное. Да это запросто, это прекрасно. То, собственно, он стремится избежать двух главных ошибок поздней советской власти, которые, собственно, привели, с его точки зрения, ну, не может быть, не полностью привели, но не исключительно они обусловили распад Советского Союза, но, во всяком случае, во многом способствовали краху того тоталитарного проекта. Первая ошибка – это советская власть полностью сконцентрировалась на подготовке к войне, на гонке вооружений, и в итоге оставила свой народ без хлеба насущного, без продуктов питания. Вот эти пустые полки – это кошмар Владимира Ильича Путина, который он точно должен убежать. И, собственно, о чем он и говорил прямо, представляя надысь Андрея Ромича Белоусова командующим федеральным, господи, военными округами или кому-то? Да, военными округами. Родами войск или военной округой он представлял. Округами в основном. Ходим округами. Значит, он сказал, что пушек и масло должно быть поровну, потому что все сбалансировано. Да-да-да, он как-то очень об этом поникновенно сказал. Уделяются очень большие деньги, 7% ВВП на оборону, на военные нужды. В НАТО там борются за 3%, чтобы бланка была достигнута 10,7%. И поскольку совершенно понятно для Владимира Владимировича, что все равно значительная часть этих средств будет разворована, поскольку в системе тотальной коррупции нашей экономики роза, распила, отката и заноса по-другому быть не может, то желательно, чтобы все-таки использование всех средств контролировал человек не слишком коррумпированный, прозрачный и понятный лично для президента, чтобы, так сказать, у Сергея Кужугетовича Шойгу построить эту систему в РФ не удалось, а в Китае ему просто не дадут. Там другие прорисы. Это там смертная казнь, коррупционеров все время отправляют на тот свет, и это вообще страшный дел. Это, кстати, может и подвести в конечном счете товарища Си под монастырь, не обязательно буддийский, но посмотрим. А вторая ошибка, которую Владимир Путин точно не собирается повторять из поздней советской власти, и эта ошибка еще и пострашнее будет в его понимании, чем пустые полки в магазинах, это гласность. Она же свобода слова в предельном исчислении. Вот это вот, он считает, что главное для Владимира Путина, в конечном счете, не стать Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Для этого нужно сделать так, чтобы военные расходы не нанесли смертельного удара потреблению гражданских товаров, особенно продуктов питания, и чтобы не-не, чтобы гайки были закручены по полной программе. Вот недалеко позавчера умер такой некогда известный публицист и журналист Максим Каноненко, он же мистер парк. Умер он всего лишь на 54-м году жизни. Я неплохо знал покойного в стародавние времена, 20 лет назад. В последние годы мы, разумеется, не общались, поскольку меня не очень устраивало, не то чтобы политическое здесь, а предельно гибок, а этическая позиция уже мистера Паркера. И я даже 20 лет назад, когда выходил, он был автором этих историй Владимира Владимировича Т.М., часть из которых была весьма смешная. А главное, они это были продукты свободной мысли, их никто не цензурировал. Я писал предисловие даже к этой книжке. Мы с ним коммуницировали. Но постепенно, продав душу Кремлю, Максим Каноненко как-то деградировал профессионально, перестал быть кому-то не было интересен. Я по старой памяти его почитывал еще. И несколько месяцев назад его уволили из Russia Today. За что? За то, что он перепостил в какой-то из своих соцсетей текст совершенно другого человека, не имеющего никакого к нему отношения, в котором так фривольно немножечко рассуждалось об Артеме Жоге, герое украинских фронтов, формально призвавшего Владимира Путина идти на новый президентский срок. И вот этого одного было достаточно, чтобы его уволили из Russia Today. После чего он остался без средств существования и, в общем, ушел из жизни, глубоко разочаровавшись в своих работодателях, как и в жизни вообще. Поэтому вот тут некоторые думают, что если они целиком лояльны существующим устрою, то им можно будет говорить чуть больше. Нет, совершенно нет. Ошибки Михаила Сергеевича Горбачева в смысле гласности Владимир Владимирович не повторит ни при каких обстоятельствах. А ускорение повторит? Вот этого он тоже опасается. Он же хочет навязать это ускорение Европе. Он хочет милитаризации Европы. Он, собственно, об этом говорил в недавнем президентском послании, совершенно недвусмысленно, что вот США и их союзники нас обманули в 80-е годы 20-го века, навязав нам неподъемную для советской экономики гонку вооружений. Основанного во многом на блефе Рональда Рейга на «Звездных войн». А вот мы сейчас в обратную сторону сделаем. Мы будем постоянно блефовать о нанесении ударов по странам НАТО и по ходу российских танков туда. И заставим Европу в итоге переориентироваться на военно-промышленный сектор полностью. И тем самым рухнет хваленое европейское социальное государство. У него не хватит денег. И мы тогда посмеемся над седьмым стулом, как сказал бы Остап Ибрагимович Бендарбей Ибрагимович Воробьянин. Идет жирок Европы под гнетом вынужденных и навязанных ей военных расходов. Нет, ну в этом понятно. И уже ясно с 22-го года было, что в этом состоит стратегия. Пересидеть, пережать, провоцировать, навязать свою логику. Тем больше военные расходы Европы, чем меньше народа Европа готова воевать. Потому что надо усиленно вкладываться в технику, в технологии. И вот тут на прошлой неделе был доклад консалтинговой компании McKinsey, который посчитал, что благодаря демилитаризации с 1992 года, потому что Европа не готовилась больше к войне с грозным восточным соседом. Она сэкономила 8,5 триллионов евро, которые стали основой процветания Европы в эти времена. А теперь придется со всем этим расстаться. Ну да. А у нас денег немерено. У нас-то все хватит. Нет, у нас вот именно не хватит. Поэтому Андрея Ромича Белоусову и поставили как человека, при котором будут воровать не 70%, а скажем 30%. Ну, это большая. Меньше кровь неприлично, это нельзя. Ну да, это большая прибавка. Да. Но 40%-то удастся сэкономить тем самым, как надеется Владимир Владимирович. И тогда у нас хватит денег. А если 7% створовать, как было принято и сейчас, то может не хватить. Будут ли еще посадки в Министерстве обороны, увольнения, посадки? Ну там как-то идет потихонечку процессы. Я думаю, да, потому что команда Сергея Кужугетовича и Шойгу должна перемещаться вместе с ним в КНР, чтобы готовить спецоперации на Тайване. Там правда, поскольку монголоиды не все, то придется придерживать глаза руками, как в известном анекдоте. А во время публичных мероприятий придут, конечно, мощные игроки из команды Андрея Ремча и Белоусова, в том числе и военные. В этой связи меня всегда восхищает вот эта среда военкоров, военного обозревателя и военблогеров, которые в день отставки очередного министра обороны набрасываются на него так, как будто они ждали этого всю жизнь. Вот еще недавно они объявляли любого министра обороны, будь то Сергей Борисович Иванов, Анатолий Эдуардович Сердюков или Сергей Кужугетович Шойгу, лучшим талантливейшим военачальником нашей эпохи. И вдруг выясняется, что Ники Пео и наболело, и все эти годы они хотели сказать, какой ушедший министр был сволочь, вор и джулик, но им не давали. И вот теперь, наконец, они могут это сделать. Ну, конечно. Я желаю Андрею Ивановичу Белоусову оставаться на своем посту вечно, чтобы никогда в день отставки не узнать от всех военкоров и военблогеров, какой он нехороший человек и редиск. Нет, ну там прорывалось когда-то в такие, я бы сказал, времена диковатые, времена Пригожина. Это прорывалось у блогеров. Евгений Викторович Пригожин, да, и его полублогеров, конечно. Именно, собственно, это стало одним из факторов ухудшивших отношения Кремля к нему, потому что дикий вопль Шойгу Герасимов, где боеприпасы, обошел весь мир. А потом были еще такие картинки, в день гибели Пригожина появились с изображениями Евгения Викторовича и таким же воплем Шойгу Герасимов, где я, где я, где я, где я, да. Где я, да. Ну, это плохая практика, но зато после отставки все обычно все. Скажите, пожалуйста, что ж такое на свете-то творится в Восточной Европе? Давненько мы этого не видели. Всевозможных Гаврил Принцепов и Анты Павеличей. Что же это такое-то с премьер-министром Фитца? Как сказал бы Владимир Владимирович Путин, в таком случае политика должна быть построена на принципах настоящих. Да, на принципах, да. Да, нет, тут это дело, да, покушение на Роберта Фитца. Я надеюсь, что с ним все в порядке в итоге будет. Помните, в порядке черного юмора могу вспомнить анекдот, как Хаймович звонит в больницу и спрашивает в реанимацию, спрашивает, а мой друг Робинович жив еще? Да нет еще, отвечает ему. Ужас. Нет, ну да. С Робертом Фитца пожелаем ему скорейшего выздоровления, но хочется сказать, что уже в околокремлевских пропагандистских средах вовсю нагнетается, что, как и в случае Крохус-Сити-Холлова, за этим, безусловно, стоят спецслужбы США и Украины, поскольку Роберт Фитца выступал против помощи Украине и милил людскую ласку к Владимиру Владимировичу Путину. Я вообще считаю, что за всем стоят спецслужбы Украины, включая магнитные бури, вспышки на солнце и северное сияние в районе субтропиков. Сейчас спецслужба Украины – это мощнейший организм, опутавшийся. Самый мощный, самый мощный. Да, тот же выступал еще Андрей Леонид Джедеркач, это бывший народный депутат Украины, крупный бизнесмен, сын Леонида Васильевича Джедеркача, бывшего руководителя службы безопасности Украины, и он потрясал папкой из доказательств, что северный поток взорвали как раз, северные потоки газопровода взорвали украинские спецслужбы. Конечно, под кураторством ЦРУ, или там какого-то сотрудника, ЦРУшника, работавшего в американском посольстве в Киеве. Но там полный список он дал людей, которые непосредственно занимались подрывами, и ключевая фигура там некий господин Бургомистренко. Бургомистренко – это явно псевдоним навеянной Германией, правильно, с нацизмом и орехом. Но это его псевдоним, который он получил во время оккупации. Бургомистренко. Оккупация, то есть Сичак, потому что... Нет, он сын бургомистра, какого-то из бургомистров на оккупированной Германии. Да, вы понимаете, Гавляйтер. Там, наверное, Гавляйтеренко еще вот такие-то, фамилии, снижившиеся именно в период оккупации. Но ключевой роль играла наряду с господином Бургомистренко некая роковая блондинка. Я, к стыду своему, забыл, как ее зовут, я был так... Причем во время интервью Деркача это было единственное физическое лицо, которое показали для большей убийственности. Вот Бургомистренко и прочих не показывали, а блондинку показали. И она какой-то мощный, мощнейший тех... Вот я никогда не слышал этого термина до интервью господина Деркача – технодайвер. Да, не тревер, а технодайвер. Технодайвер. Ей надо дать, конечно, какое-нибудь имя, как в Джеймсах Бондах, подруги, не какая-нибудь страшная там роза хлеб, которая вот в обтянутой юбке, страшная вот такая с кукишем на голове, но какая-нибудь пусси-головер или что-нибудь в этом роде должно быть. Усирает, да. Да, 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 что-нибудь должно быть. Да, и, собственно, вот роковая блондинка-то и взорвала непосредственно по версии Деркача под контролем Бургомистренко и американских спецслужб. Поэтому Роберт Фитца тут совершенно непонятно что, но это будет Мухремль сейчас активно муссировать, что, конечно. Тем более, почти совпало со временем с очередной попыткой разоблаченной, разумеется, и предотвращенной перевороту в Турции. Реджеп Тейп Ордоган. Опять предотвратили. Ну, не прям покушение на Роберта Фитца. Реджеп Тейп Ордоган срочно встретился с руководителями турецких спецслужб, и все они вместе решили, что только что разоблачили заговор с целью свержения Эрдогана, в котором участвовало не менее 500 полицейских. А нити-закар-вытянцы нет, не на Украину, не в Украину. У них другие. И другие кумиры, безусловно. Это, конечно, Феткула Гюрлен, живущий в Пенсильвании, исламский проповедник. Естественно, да. Интересный и концептуальный оппонент Реджепа Тейп Ордоган. Поэтому все сходится. Но с точки зрения Кремляетов, что за Феткулой Гюленом тоже стоят США и Украина, потому что они стоят за всеми. Вообще-то, узнав, кто стрелял, премьер-министр Фитца, я еще раз, очередной раз поразился мудрости нашей партии и правительства, которая писателей заранее и превентивно объявляет экстремистами и террористами. А вот когда их не объявляют писателей, вот они чем занимаются? С писательской души, писатель всякий. Конечно. К тому же, покушавшийся на Роберта Фитца, он же и поэт еще, кажется. Но это отягчающие обстоятельства. Конечно. Поэтично, как сказал Андрей Андреевич Вознесенский, помните, поэтично кроить вселенную из-за того, что он был поэт, как когда-то в Пушкина в Ленина бил отравленный пистолет. Да, поэтому тут заговор поэтов, это вообще очень интересно, так сказать, перед делом врачей, а точнее, помните, у нас, по-моему, финальным все-таки в судьбе путинского режима будет делать спичрайтеров, которые злостно наводняют язык российского президента всякими заимствованными словами, причем очень двусмысленными, типа, нарративами. Как только появится дискурс, это значит, государственный перевод близок, и дело спичрайтеров надо возбуждать немедленно. Дело поэтов может быть промежуточным, но я просто опасаюсь, что вот эти два вещи, а ведь еще кто-то поджег рынок специй в Стамбуле, видимо, в надежде Ухандока с Раджепа. Да, египетский рынок. Помните, стабилизировать ситуацию, загорелся египетский рынок, он же рынок специй. Видимо, считал, что ветер этими специями завалит, полетит в Анкару и, так сказать, отравит полностью специями турецкого лидера. В общем, с точки зрения внутренней политики РФ и специфики своеобразия текущего момента, как принято говорить в таких случаях, тут Вадим Ильич Путин, у него может возрасти тревожность. Он же такой тревожный темперамент. Ну да. Если очередная попытка свержения Эрдогана и покушение на ФИЦО в звенье одной цепи, то значит, что-то и в РФ может такое готовиться. И поэтому нужно срочно перейти к новому этапу закручивания гаек и точечного пара. Ну, это можно и так переходить. Это, в общем-то, каждый этап. Он приходит сам по себе. Ему не нужны какие-то там дешевые причины. Он просто идет... Это очень методично, безусловно. Ну, конечно, да. Но еще не надо забывать, что специя, что в итальянском городе Специи расположена американская военно-морская база. Все сходится. Да, я об этом забыл, к стыду, Сергей Александрович. Да. Все, именно поэтому специи ты подожгли. Чтобы указать на то, что Америка никому спуску не даст. Да, совершенно верно. А то, что это еще специальная военная операция? Да. Тут именно поэтому специи. То есть, как-то это удар по СВО. Кстати, я подумал, что крайнее увлечение ЗЭТ-актива Ивана Александровича Мальяным должно привести к созданию нового символа спецоперации ЗЭТ под рабочим названием СВОСТИКА. СВОСТИКА, да. СВОСТИКА. А да, правда, наше хорошее. Нехорошо. А вы знаете, вы читали у того же самого, в том же источнике, я его, по-моему, у Алексея Алексеевича Венедиктова читал. Вот то, что ЦИК осмелился предложить до боли напоминающей, то есть вообще до степени совпадения напоминающей знакомного голосования попытались навязать россиянам. Это на сентябре. В 24-м году. В 24-м году, да. Вот попытались навязать. Так это в рамках стратегии предложено Алексею Алексеевичу Венедиктову уже, мне кажется, потому что это он говорил не раз, что внуки Владимира Владимировича Путина и Алексея Анатольевича Навального будут учиться в одной школе. Да, но здесь еще до внуков еще далеко. Конечно, идет какой-то диалектический синтез. На отношении к 90-м годам через призму фильма «Предатели». Потом, смотрите, тут еще Алексей Алексеевич же этим своим утверждением, своей концепцией про внуков в одной школе. Он же раскрывает какие-то страшные матримониальные тайны президента. Может, получается, что внуки Путина будут ровесниками внуков Навального? Это значит, что и дети ровесники. А что это за дети такие? Мы о них ничего не знаем. Надо переспросить Алексея Алексеевича, да. Да, который в одной песочнице, да. Да, там еще... В одной песочнице, там... Ну, видимо, с золотым песком. Я думаю, что все-таки... Да, да, да. Стрелявший не писатель, а охранник. Ну, вот что, господи, как же не... Писатель-охранник. Писатель не может быть охранником. Писатель может быть даже охранителем. Господи, Таня. Таня, писатель-охранник. Вы помните бессмертный фильм «Буди Аль на пули над Бродвеем?» Да. Как прекрасно пьесу писал охранник. Замечательно. Вот. Я сейчас хочу прерваться на секунду для того, чтобы отрекламировать книжку. Я вчера увидел в эфире, кстати говоря, что у нас есть такая книга Владислава Зубка. Называется она «Коллапс» или «Гибель Советского Союза». Так что вот это можно посмотреть. Можно почитать ее, на шоп-дилетант медиа ее взять и открыть, купить, открыть, если хотите, автограф чей-нибудь получить и читать в свое удовольствие или недоумение. Потому что там можно испытывать и то, и другое, и пятое. Тем более, что поскольку за исключением коммунистической идеологии и дефицита продуктов питания сейчас тоталитарное государство ВРФ возрождается, то, конечно, о коллапсе того тоталитарного государства, в котором мы родились и прожили часть жизни, почитать особенно интересно. Да, интересно. Кстати говоря, о коллапсах, о выходах, о предателях и так далее. Читали ли вы интервью, которое взял Борис Зимина взамен невыпущенного Эгертовского интервью с Зиминым? Взял Александр Плющев. Читали ли вы это? Хуже того, я его смотрел. А, то есть вы смотрели. Это я просто такой. Я привык по старинке читать. Вот, а надо было смотреть, да. Я уже увидел это видео у Александра Владимировича Плющева на Ютьюбе, и уже, так сказать, как гоголевский почтмейстер. Не делай этого, не нажимай на кнопочку. А все-таки нажал и посмотрел его целиком. Да, это, на мой взгляд, мощный весьма продукт. И что вы об этом думаете? Вот о том, что Зимин говорит? Ну, я согласен с тем, что взгляд на 90-е годы в фильме «Марики, кстати, на певчих предателя» далеко не полон и не объемен. Мы с вами это уже обсуждали. Это свойственно всем продуктам ВК в целом. То есть здесь я не вижу отступления от навальмийской традиции напротив, полное исследование. Но там у Бориса Дмитриевича Зимина есть какие-то свои деликатные отношения с ВБК. И косвенно можно, он ничего, так сказать, конкретно не раскрывает, разумеется, но косвенно можно судить, что он не вполне доволен честностью и искренностью. Руководители ВБК тех, которым принадлежала в этой структуре власть после ареста Алексея Анатольевича Навального. Это де-факто. Тут можно только догадываться, что к чему, и он там обвиняет Леонида Волкова. Часто в том, что он несколько раз обманывал его, господина Зимина, а также что он де-факто не ушел из ВБК, несмотря на скандал вокруг письма с просьбой отменить санкции в отношении бенефициаров Альфа-Групп. Но если брать концептуальную сторону, а не нюансы отношений Зимина с ВБК, которые нам все равно до конца неизвестны, да и мы и не стремимся, я думаю, их знать, то, да, разумеется, в общем, я согласен с тем, что в 93-е годы была свобода, а, как говорил Борис Николаевич Ельцин, мне не раз приходилось цитировать эту фразу в своем обращении перед думскими выборами 1695-го года, свобода как воздух, когда она есть, ее не замечаешь. И, скажем, какие-то проблемы, типа коррупция, некомпетентность и все прочее, в свободном обществе переживаются не так же, как в несвободном. Во-первых, в несвободном о них ничего не знают, поэтому может складываться впечатление, что коррупции нет. И только когда там замминистра обороны выводят из его особняка в чистом переулке на чистую воду, ну, и там выясняется, какие миллиарды украдены, по этим косвенным признакам можно увидеть, сколько украдут вообще. Ну, да. Но меня еще очень заинтересовал взгляд такой, и я, так как я фильмы не смотрел, но как явление, действительно, что в какой-то вот борьбе или борьбе за перенство, в оппозиции такой разнообразной и достаточно аморфной, то это имеет какое-то значение. А для конструирования или конструирования будущего России это никакого значения не имеет. Да, совершенно верно. И самое главное, что я услышал в интервью у Бориса Дмитриевича Зимина, что слова ценности и покаяния. Я с этим полностью согласен. Я, кстати, еще в 2010 году написал пьесу «Покаяние, пользуясь случаем», призывая ее прочитать или перечитать. С тех пор я считал, что покаяние должно быть, безусловно, девизом всем, кто хочет, чтобы РФ не была тоталитарной страной, потому что мы должны покаяться еще за тот тоталитаризм и наш старый добрый, младенческий, коммунистический, чего мы не сделали в 90-е годы, что и в результате чего возвращение тоталитаризма к новой обертке стало совершенно неизбежным, как мы теперь ретроспективно понимаем. И ценности, конечно, о разборке в оппозиционных средах, ну, они были, есть и будут, но это совершенно неинтересно. Как сказал Борис Купин на эту тему, я не дословно его цитирую, но, кажется, по смыслу точно, мне что-то перестало быть интересно с российской оппозицией, потому что единственный вопрос, который они решают, это кто у них главный. Пожалуй, да, пожалуй, да, и это наводит на очень грустные мысли. Как и Борис Дмитриевич Зимина, поэтому я согласен, что ценности и влияние это гораздо важнее того, кто в российской оппозиции главный, и кто лучше представит оппозицию перед лицом старика Байдена. Кстати, я подумал, что поскольку сюжет со старым больным президентом, почти неспособным, может относиться и к кампании в США в этом году, мы с вами уже говорили, что газета «Не дай бог им бы мне не помешала» напротив Дональда Трампа, и поэтому еще оставшимся в живых и идеологам, и технологам той компании 1996 года в главе с Анатолом, собственно, осталось как минимум половина ключевых фигур, из четырех, я считаю, четыре фигуры ключевые были, это Анатолий Борисович Байс, Валентин Борисович Юмашев, Борис Абрамович Березовский, и Игорь Евгеньевич Мурашенко. Вот первые двое живые, я не знаю, там про Валентин Борисович в случае, что он не совсем здоров, но кажется вполне дееспособен, поэтому Чубайс и Юмашев могли бы отправиться в Белый дом и проконсультировать полностью Байдена, и перенести этот опыт из 1996 года РФ в 2024 США, там «Купи еды в последний раз», или «Проиграешь». А, соответственно, с другой стороны... Только не танцевать, только не танцевать, вот танцевать не надо. С другой стороны, как раз могут выступить ФБК и Мария Константиновна Певчих, сняв фильм «Американские предатели». Как про Ельцина говорится в фильме «Предатели», что Ельцин вообще не появляется на людях, но когда появляется, приводит впечатление глубокого неадеквата. Вот прямо слово «Байден» здесь напрашивается. Когда я рассказываю, что Байден появляется на людях, происходит что-то несусветное. Что-то сказать, только вместо запоя, вместо алкоголизма, и деменция, и все остальные контуры те же самые. Поэтому, мне кажется, «Последнее русское слово», была такая газета в США, новое русское слово некогда, наше грандское. Нужно выпускать газету «Последнее русское слово», но мне кажется, что в американской политике «Последнее русское слово» еще не сказано. Еще не сказано. Но, кстати говоря, вот зря вот тут в чате говорят, мы еще за опрещников покаяться. Между прочим, это очень полезная вещь. Вовремя кается, о давних вещах, вовремя переосмыслять их, эти вещи. Потому что, если начать потом, когда-нибудь, как у нас много раз было, чохом кается во всем, во всем, то это, во-первых, это утомительно, это надолго, и это скоро надоедает. Мне кажется, рациональнее вовремя, при каждом удобном случае, сказать, что вот это было неправильно, но историческими условиями было обозначено, но неправильно. Вот зверства никогда не могут быть оправданы. Вот так что, вот так вот. Ну, Андрей наивно говорит, разве не Аркадий Мамотов снял фильм «Предатели»? Нет, нет, Мамотов снимал, по-другому у него назывались подобные вещи. Вот. Тоже не смотрел и судить не буду. Вот. Вы не смотрите Мамонтова, нет? Нет, я только по шпионске камень, но это было очень давно. А, ну, это было, господи, но это... Я не следил за фильмографией Аркадия Мамонтова, когда как-то у меня не получалось. Ну, это с точки зрения психологии бессознательного я вам могу объяснить, почему. Почему, скажем, Марию Константиновну первый человек мне приятно смотреть, а Мамонтова нет. А несмотря на... Просто эстетически у вас такой подход. Эстетически, на помню того, Аркадий Мамонтов толстый человек, как и я. И всякий раз, когда я вижу такого человека на экране, это напоминает мне, что неплохо похудеть, что мне никак не удается. И я тут же выключаю. И это очень портит восприятие фильма. Ну, конечно. Независимо от... И вот тайный явный и всегда глубокий смысл в медах может не дойти. Хотя, с другой стороны, психологи нам скажут, что толстый человек на экране бессознательно напоминает отца. Поэтому, когда Владимир Рудольфович Соловьев был в теле, когда он был значительно упитаннее, корпулентнее, чем сейчас, он, видите, был чуть ли не демократом и либералом. А как похудел... Да, я его помню таким, да. И усыпал... Зредником и скрипаловцем. Поэтому, да, худеть тоже надо очень осторожно. Это может привести к необратимым изменениям ценностных приоритетов. Да. Вот. Еще, конечно, ну вот с правительством разобрались. Патрушев нашел свое место в этой комбинации. И мадам Ямпольская тоже нашла свое место. Тоже советника по культуре. Николай Платонович Патрушев теперь помощник президента по кораблестроению. С одной стороны, конечно, он сохраняет доступ к телу президента, и поэтому может решать многие вопросы независимо от формального круга обязанностей. Но кораблестроение, конечно, это важнейшая вещь. Потому что, во-первых, это нужны корабли, чтобы заставлять российскую нефть и прочие нагоносители за рамками ценового коридора. А потом нужны же корабли, так сказать, чтобы... В связи с тем, лодка Харона и так далее. Это же глубоко метафорично, кроме всего прочего. Нужно думать уже, так сказать, перевозчик-водогробщик, старичок седой, перевези мне в ту сторону в сторону домой. Как сказал Константин Симонов. Но, кроме всего, тут неожиданно я обратил внимание, что в связи с большими потерями Черноморского флота в ходе спецоперации Z реализуется стратегия интеграции олигархических яхт в состав военно-морского флота РФ. Потому что добросить корабли из других флотов Турции, опять же, не позволяет, ссылаясь на конвенцию Монтре. Причем, чтобы войти конвенцию Монтре, Эрдоган даже собирался построить альтернативный канал в Стамбул, который не подпадал под эту концепцию. Но вдруг неожиданно выяснилось, что если его построить, то случится в Стамбуле полная экологическая катастрофа. Им строительство заморозили. А тут выяснилось, что, например, яхта олигарха Олега Дерипаски была как-то переименована, как кажется, в Альтаер, и теперь она базируется в Турции, в том самом населенном пункте, где база НАТО. Вернее, база ВМС Турции, но работающая в тесном союзе с НАТО. И ходит она под овеянным славой камерунским флагом, да? Камерун, да. Поэтому тут ясно, что эта яхта Альтаера уже используется как судно Черноморского флота. Так потихонечку надо сейчас пересмотреть весь олигархический флот, он огромен. У одного Абрамовича, замечательно, конечно, дважды краснознаменный олигархический флот. Вот это очень хорошо, что на погонах будет у моряков. Ой, это здорово. ОФ. Да, и, так сказать, ну что, 7 яхт Абрамович, если они вступят, войдут в состав Черноморского флота, Украине будет не устоять. Там потом, кажется, самая большая яхта у олигарха Мельниченко, который производитель удобрений, крупнейший и много еще чего. В общем-то, там все эти ржавые посудины, которые были проведены в советские времена, это все уже не идет ни в какого сравнения. Надо просто принять политическое решение, чтобы все эти яхты, которые так осуществлены вертолетной площадкой, но, естественно, свои подводные лодки, они полностью готовы к боевому применению прямо сейчас. И, так сказать, их нужно, поскольку они не подпадают под конвенцию Монтрео, формально не будучи военными судами, их всех нужно отправить в Севастополь. Ну да. Ну, покрасить, шаровой красочкой покрасить немножко. Ничего. И переломить тем самым военный сюжет на черноморском направлении. Тут же, кстати, вы знаете, Сергей Александрович, про скандал с Дерой, нет? С Дерой. На канале «Пятница», где вскоре главной звездой станет Александр Гельч-Дугин вместе с Старой Рид, бывшей помощницей Джордафа Байдена. Значит, там есть шоу «Большие девочки». «Большие девочки» – это упитанные дела. Вот мы с Мамонтовым могли бы делать «Большие мальчики», а это пока до «Больших мальчиков» дело не дошло, «Большие девочки». Там 120 килограмм и больше. И они сревнуются, кто похудеет в прямом эфире на протяжении этого реалити-шоу. Я не смотрел, правда, ни разу, но я в описании. Из описания так понял. И вот победительницей шоу стала «Большая девочка» из Севастополя, которая неожиданно во время награждения сказала, что она счастлива покинуть дыру, которая является ее родной городом Севастополь, и переместиться в Москву. Случился огромный скандал. Это аполитично как-то, да. Севастопольский губернатор Разважаев заявил, что то, что с девицей еще разберутся, это понятно, но как мог патриотический канал «Пятница» допустить такое высказывание в эфире? В общем, ей пришлось как это принято извиняться и говорить о том, что под дыру она имела в виду всего лишь свой собственный домик Севастополя, а не Севастополь. Да, но я подумал над тем, что вот это прекрасный сюжет для мистического трилера сериала «Дыра». В Тевастополе обнаружена дыра, поскольку это место, как мы знаем, где крестился князь Владимир и так далее, откуда есть пошла всяческая земля, которая начинается с Кремля, как известно. Так вот там и через эту дыру есть некая связь именно с подземными институциями, бункерами, в которых и хранятся духовные скрепы и цивилизационные ценности РФ. Поэтому в этом смысле Севастополь является дырой. И почему обязательно аннексировать Крым и Севастополь? Потому что нужно было взять под контроль эту дыру, иначе бы эти подземные хранилища духовных скреп были бы залиты какие-нибудь специями с американской военной базы. И цивилизационный начало РФ было бы тем самым уничтожено. А слушайте, наша же креативная группа Бунтмана Белковского придумала еще новый спектакль для Константина Юрьевича Богомолова. Так, так, хорошо бы знать. Да, это «На дне» про Алексея Максимовича Горького. Сюжет такой, причем это участвуют основные герои сегодняшних перипетий. Сатин, Филипп Бедросович Киркоров. Ну, так сказать, актер, возможно, Владимир Машков или сам Константинович Богомолов и так далее. Все это действие происходит на станции «Дно», где, значит, его обитатели готовятся праздновать очередную годовщину отречения императора Николая Александровича от престола. И вот. И вместе с тем их задача пробить «Дно». Потому что когда они пробьют «Дно», случится нечто сакральное. Поэтому все герои прыгают на одном месте постоянно, чтобы пробить «Дно». В этот момент приходит старец Лука. Это явный Александр Гельч Дугин. Он объясняет им, что надо сделать две вещи. Первый – отрастить бороды, а второй – отправляться на спецоперацию «Зет». Все, они отращивают бороды с помощью специального эликсира. Уже все практически сформировали добровольческое подразделение для похода на спецоперацию «Зет». Но в этот момент они пробивают, но и проваливаются в преисподнюю, как персонажа Александра Сергеевича Пушкина. Мне кажется, это круто. Да, нет, это здорово. Проваливаются. Да. Да. Последнее. Ну, там не надо всех... Вот вообще это очень хорошо у Пушкина сделано, быстро, потому что у Мольера там столько рассуждений, все мое тело, как пылающий костер, вот и так далее. Да, что я чувствую, что же я чувствую, да. Нет, это нет, просто проваливаются. Это хорошо. Сквозь дно. Но я бы еще хотел спросить, здесь все время задают вопросы, что творится в Армении в таком вот, в таком вот, просто такой огласовке, общей. Что творится в Армении? Вот новое движение, вот Тавушское движение, которое из Тавуша пошло. Как вы это рассматриваете, Станислав Александрович? Ну, я не считаю себя крупным специалистом по армянской политике, но я это рассматриваю так, что, в общем, сам феномен революции Пашиняна был совершенно неизбежен в связи с неизбежным результатом правления его предшествия, как бы к нему не относиться. Я рассматриваю как то, что история Армении начинается с чистого листа. И Армения, да, может идти в Европу, она может выстраивать совершенно новые альянсы, все такое. В этом смысле демаркация, делимитация армянской границы – это очень хорошо, потому что если бы этого не было, во всем случае, если это произойдет в полном объеме, то я думаю, что безопасность Армении может быть как-то на ближайшее время обеспечить, и, конечно, придут какие-то новые поколения армянских политиков, которые сменят Пашиняна. Кстати, сегодня Рубен Карленовичу Варданяну продлили арест Паку еще на 5 месяцев или на 4 месяца. Да-да. Но вряд ли старые политики, которые проиграли выборы Пашиняну, даже после того, как была проиграна Карабахская война 2020 года, смогут вернуться. В этом смысле табушское движение, но вопрос в том, на что она ориентируется. Если она представляет собой какую-то качественную новую силу, то... Она представляет собой, как они делают надпартийную силу. И вообще, это удивительный совершенно человек, архиепископ Баграт. Это удивительный человек. Он при... Он в шуши, он ушел последним из собора. Он служил последнюю службу. Он служил уже в бронежилете, вот под обстрелами. И он последним оттуда ушел. Вот последний молебен отслужил, он там и ушел. Это очень мужественный. И я читал то, что он предлагает. Это, в общем, это должно быть не партийное правительство и не партийный поиск выхода из положения, включая, естественно, и диаспору, которая никогда, кроме денег, от нее никогда не было армянскому государству ничего нужно. Ну, собственно, мне кажется, денег было не так уж и много. Мне кажется, диаспора могла бы более активно участвовать в становлении... Ну, как вам сказать? Как вам сказать? Кыркаркорян, владелец МГМ, тогдашний, он построил все дороги в Армении. Все новые дороги. Но когда что-то действенное производить в Армении, и в особенности в политике, диаспора никому не нужна была. Ну, дай бог. Вот если... Ну, это очень, конечно, все тяжело, много спекуляций на эту тему со всех сторон. Ну, вот так. А вот Грузия. Вот вы, наверное, Грузию лучше знаете с иноагентским законом и с непрекращающимся, в общем-то, движением. Здесь же, как бы, наказалось перед лицом перспективы потерять статус кандидата в члены ЕС. Естественно, когда законы бы на агентах затевался, то вряд ли его авторы так думали. Они считали, видимо, что ни ЕС, ни НАТО не откажутся от Грузии, поэтому, поскольку это стало бы моральным поражением Запада на Южном Кавказе, испугавшись окончательно впихнуть Грузию в объятия Владимира Владимировича Путина, они бы остановились в какой-нибудь черты. Неизвестно. Может быть, и не остановится. Но когда вот сейчас Бедзина Григорьевича Венишвили, фактический правитель Грузии, бывший владелец Банка Российский кредит и крупных металлургических активов отказался принять помощника госсекретаря США, то кто-то из официальных грузинских политиков, фактически порученцев, господин Иванишвили, наконец раскрыл страшную тайну, что там где-то заблокировано 2 миллиарда долларов активов Иванишвили на Западе. И вот если их их блокируют, тогда, может быть, и отменят законы об анагентах, а них заблокируют? Нет. Это помимо того, что Бедзина Григорьевича Венишвили от стратегической двусмысленности своего курса сформулировал им у Ниэль Макрон он переходит в стратегической односмысленности, то есть в дружбе с Владимиром Ивановичем Путиным, который, видимо, для него очень важный и ценный бизнес-партнер. А еще раз показывает, что вообще бизнес у власти это далеко не так романтично, как многим кажется. Я еще 90-х годов помню, что вот сейчас бизнес придет, если бизнесмена назначить большим начальником, чиновником, то он не будет воровать, потому что у него и так все есть. А когда это случалось, то выяснялось ровно обратное, что там, где простой чиновник, не бизнесмен, удовлетворится заработком, кормлением на своем посту в сотни тысяч долларов, там большому бизнесмену нужны сотни миллионов, потому что меньше не имело смысла по известному эстонскому анекдоту. То есть бизнесмен на госдомности ворует гораздо быстрее. Но главное, его государственные решения подчинены его бизнес-логике в очень значительной степени и очень редко бывает не так. Интересно защита его бизнеса. И поэтому здесь, мне кажется, бизнес-логика Бедзина Григорьевича Иванишвили, которая отсылает его к Владимиру Ивановичу Путицу, она пришла в противоречии с евроатлантическим и европейским курсом Грузии. Бизнес-логика побеждает, как это часто бывает, когда у власти чистый бизнесмен. Естественно, чистый бизнесмен в сравнении с неустоявшимися демократическими институтами и традициями. В Грузии хотя бы очень много в этом направлении было сделано. В основном при прежнем президенте Михаилом Николаевичу Саракашвили, ныне сидящем в тюрьме. Но надо сказать, что там есть устойчивая демократия, видимо, пока нельзя. Здесь пользуюсь случаем, поскольку наше седаун-шоу подходит к концу. Я, если можно, возьму инициативу на себя, вопреки протоколу и этикету. И, во-первых, анонсирую премьеру очередного эпизода проекта «Киноприкант» на канале «Белковский». Это будет ровно сегодня, через час, пока после окончания нашего седаун-шоу. На этот раз о Каннском фестивале, где находится моя партнерка по этому проекту, ведущая кинокритики Европы, Зинаида Пронченко. А кроме того, хочу напомнить вам, Сергей Александрович, прямо нынче у нас день рождения Юрия Ильяновича Шевчука. Да, 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 да. Мы его поздравляем горячо. А я вот как раз несколько дней назад был на концерте Юрия Ильяновича Шевчука. Ух ты. Ну, ведет кому-то, конечно. В том городе, где я сейчас живу. Он подарил мне пластинку с надписью «Это еще не все». Хорошо. Хочу сказать, что мы были концерты других выдающихся рок-звезд, наших классиков русского рока. Но именно, когда Юрий Ильянович выступает, видно, что это народный герой, а не кумир. И по окончании концерта минут десять все собравшись долго кричали и вызывали Юрия Ильяновича, чтобы он вышел и исполнил еще на закуску или на диджестив всенародно любимую песню «Родина». И когда он исполнил песню «Родина», тут просто буря скоро грянет буря. Была настоящая буря. Восторгов. То есть был тот самый Шевчук, которого мы знали все минувшие тридцать лет. И это незабываемо. Особенно в нынешнем контексте и в нынешних обстоятельствах. Да. Ну что ж. Вот с этими и поздравлениями, и действительно пожелания, которые разделяют здесь тоже ряд наших зрителей, мы завершаем наше седдаун-шоу очередное. Больше событий не столько разных, сколько хороших нам до следующего четверга. Белковский и Сергей Александрович Бунтман были с вами. До следующего четверга. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok